дамы и господа доброе утро сегодня суббота а значит пора записать нам какой-то видосик на этот раз тема будет воз автомобиля с иностранными номерами на территории турции тема достаточно серьезная но постараемся в ней сегодня разобраться поехали кто имеет право на въезд турцию на автомобиле с иностранными номерами лица проживающих границей имеет право ввоза транспортного средства 1 транспортного средства в турцию если транспортные средства зарегистрировано по их 16 жительство другой стране лицо осуществляющая ввоз транспортное средство в турцию должно быть резидентом другой страны резидентство предполагает проживание лица за последний год за границей в течение 185 дней предшествующего дате предполагаемо въезда в турцию с этим я надеюсь все понятно в дальнейшем в нашем разговоре везде будет звучать дата 185 дней это обязательные условия которые все должны соблюдать но есть определенные моменты тонкости о которых я вам сегодня поведаю самый важный вопрос которых всех интересует это как посчитать вот эти 185 дней году в календарном годе с даты выезда с даты въезда и так далее друзья рассказываю как происходит расчет отсутствие 185 дней на территории турции вообще-то рассчитывает программа которая подтягивается на таможню от главного управления безопасности и у них там действует определенный калькулятор они производят расчеты как нам почитать все эти даты моделируем ситуацию вы приехали сюда образно говоря возьмем прошлый год приехали в июне в июле выехали приехать сентябре в октябре выехали приехал декабре в январе выехали у вас возникает вопрос как мне вести автомобиль как считать эти 185 дней рассказывают друзья расчет 185 дней отсутствие на территории турции считается от даты предполагаемого въезда в турцию понятно да вот даты предполагаемого въезда опять вернемся к той ситуации заехали в июне выехали в июле в сентябре выехали в октябре в декабре заехали января выехали вы собираетесь привезти сюда автомобиль скажем в апреле в апреле с даты въезда 1 апреля вы отчитываете назад 365 дней и считаете количество дней которые вы были на территории турции с дата предполагаемого въезда надеюсь с этим все понятно если вы пребывали в турции больше чем 185 дней то вы въехать не сможете на автомобиле если вы отчитав после даты предполагаемого въезда назад 365 дней и поняли что вы на территории турции были меньше чем 185 дней в автомобиле вести сможете следующий момент по пенсионерам понятно что российским пенсионерам живется не сладко им разрешено переходить дорогу на красный свет заплывать забудьте но давайте посмотрим что все-таки турция подготовил для пенсионеров и так для внимательно внимательно друзья для граждан вышедших на пенсию за рубежом не требуется правило соблюдения 185 дней нахождения за пределами турции если транспортное средство зарегистрировано него зависит на стране проживания и это можно сделать один раз после выхода на пенсию то есть если вы вышли на пенсию вы приехали сюда опять же возьмем ситуацию приехали выехали приехали выехали приехали выехали но вы до этого транспортное средство не возили вы не возили его по доверенности если вы захотите вести транспорт средства то вас не будет никакого расчета отсутствие 185 на пределах турции это все понятно не вернемся немножечко назад автомобиль может здесь прибывать 730 дней с даты въезда после окончания это дата автомобиль должен быть вывезен за границу если пенсионер выезжает за границу а повторю что за границу можно выехать пределах 730 дней я вам расскажу немножко попозже как это сделать если пенсионер здесь допустим поездил там 200-300 дней повторюсь 200-300 дней то есть грубо говоря больше чем 185 дней то пенсионер может повторно въехать и тогда счет будет высшим допустим 200 дней у меня останется 500 дней и он сможет снова заехать именно на этот срок понятно да есть какие-то вопросы друзья пишите если будет интерес напишите комментарий сделаю прямой эфир и еще разочек всем все подробно расскажу двигаемся дальше какие документы нужны для того чтобы въехать на территорию турцию первое это ваш птс которым написано что транспортное средство зарегистрировано стране вашего проживания первое второе водительские права лица осуществляющие ввоз автомобиля 3 действующий полис страхования который также действует на территории турции его можно заказать через интернет называется грин карта друзья погуглили посмотрели заказали купили без проблем он действует на территории турции до на территории грузии кстати он не действует обратите внимание документ подверждающие ваше право проживания за рубежом это действующий паспорт удостоверение личности для граждан вышедших на пенсию за рубежом нужно предоставить копию завели переведенную на турецкий язык и заверенное как никто можно сказали в принципе достаточно заверить у нотариуса так его надо заверять в консульском отделе либо посольстве там можно оформление всех средств друзья осуществляется без взимания какой-либо платы следующий момент можно ли вести транспортное средство по доверенности отвечают да можно что для этого нужно весь пакет о которых я говорил также верен из которой будет переведена на турецкий язык и заверен нотариусом в консульстве или бы посольстве с этим надеюсь все понятно давай теперь поговорим кто может управлять транспортным средством которое было везено на территории турции лишь по порядку это может осуществлять лицо которое осуществило воз автомобиля его супруга также дети вообще запрещено использовать транспортное средство другим абсолютно лицам гражданам кроме тех о которых я вам рассказал включая даже если сам владелец автомобиля включая ситуации когда сам владелец находится рядом с вами проверки на дорогах штрафы надо подтверждать степень родства паспорт и так далее если этого ничего нет автомобиля отправляется не таможню ну приглашается доставлять акты штрафы и так далее так далее так далее стечь момент по поводу доверенности может ли транспортное средство быть вывезено из страны с удоверенности да да ребята машину выгнать и страны по доверенности можно должна быть есть сочи доверены который можно здесь оформить в турции находящие в турции транспортные средства с иностранными номерами не могут быть переданы в собственность других лиц друзья если вы попали здесь аварию и на иностранных номерах то вы обязательно должны сообщить таможенный отдел потому что ремонт будет происходить под их ним контролем это тоже надо знать а везде вот эти пресловутые 185 дней вы можете выехать вы можете выехать за границу вы заехали сюда поставили автомобиль на таможенный контроль вы можете выехать за границу мобили но опять же должно быть соблюдено правило отсутствие 185 дней модели ситуацию вас не было на территории турции 185 дней вы приехали сюда на автомобиле побыли здесь допустим 40 дней 50 выехали на 2 недели на 3 недели на 4 на 3 дня вы можете обратно заехать сюда на территорию турции и тогда из 730 дней у вас этот срок первого пребывания будет быть вычлены вы за эти уже не на 730 дней а допустим на там сколько на 700 дней если бы месяц всего лишь были предварительно в турции но друзья если вы приехали сюда на автомобиле поставлен отчет а можно учет и пробыли здесь уже допустим 200 дней то выехать вы заехать не сможете понятно да опять эти 185 дней то есть вы опять выехали опять 185 дней вам придется быть за пределом турции для того чтобы ввести заново автомобиль надеюсь это все понятно вот так друзья об этом я хотел вам рассказать сегодня большая статья по всем этим нюансам будет выложена в нашем telegram канале проходите по ссылке либо просто копируйте заходите в telegram скачу приложение и заходите опять же скоро выйдет видео друзья по поводу следствия я тоже скажу что нужно делать также вам расскажу о правилах вуза каких-то продуктов электроники вы выезде а лекарственных средствах и так далее будет еще очень много интересно на нашем канале поэтому задавайте вопросы нужно ли вам прямой эфир чтобы напрямую пообщаться на эту тему напишите обязательно я с вами прощаюсь спасибо смотрели большой палец вверх и пока